Здравствуйте! Время новостей. К этому часу о самых заметных событиях в городе. За профессиональные успехи в лицее чествовали лучших нефтяников. Банк социальных идей и предприниматели поучаствовали в бизнес-игре. Карапузы на старт. Впервые в городе прошел забег в ползунках. Ямал-Ненецкий автономный округ – регион-лидер по исполнению майских указов президента. В медиарейтинге субъектов наш округ вошел в топ-10. В четверку лидеров по реализации майских указов в сфере экономики вошли также Москва, Татарстан и Ингушетия. Октябрьский рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей около 43 тысяч источников – телевидение, радио, газеты, журналы, информационное агентство и интернет-СМИ. Сегодня в городской администрации наградили жителей Муравленко. За многолетний добросовестный труд, социально ориентированную направленность в работе и высокий профессионализм почетной грамотой Тюменской областной думы награжден педагог Центра технического творчества Александр Масловский. Петр Дуда, директор Центра патриотического воспитания, удостоен благодарственного письма депутата областного парламента. За успехи, достигнутые в профессиональной деятельности почетной грамотой губернатора Ямала, награжден водитель общества с ограниченной ответственностью Днепр Виктор Цвилышин. Еще 14 человек отмечены почетными грамотами и благодарственными адресами городской администрации. Наград за профессиональные успехи удостойны сотрудники «Газпромнефть» Муравленко. Торжественная церемония прошла в атриуме многопрофильного лицея. Здесь собрались те, кто внес личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Почет и уважение руководства и коллег они заслужили не только добросовестным отношением к работе, но и активным участием в общественной жизни предприятия. Ведомственных, региональных и городских наград удостойны 57 нефтяников. Слава Богу, что существуют такие дни, когда мы собираемся, пусть будет узким кругом, но тем не менее для таких трепетных минут, чтобы поздравить друг друга, поблагодарить за работу и пожелать всего самого-самого моего лучшего. Я поздравляю тех, кто помогает вам становиться тем, кем вы есть, в членах ваших семей, ваших родных, близких, всех тех, кого вы цените. И я уверен, что именно они являются первой и самой надежной опорой для того, чтобы стремиться к большему, для того, чтобы становиться лучше, добрее, для того, чтобы быть всегда настоящими. Я вас искренне поздравляю. Для виновников торжества эти награды значимы и станут стимулом для дальнейшей плодотворной работы на предприятии. Я считаю, очень высокая награда. Спасибо руководству, коллективу, нашему всему, всей компании нашей за столь высокую оценку моего труда. И вообще всем спасибо, кто был со мной рядом за все эти годы. И как коллеги по работе, так и моя семья меня поддерживает. Получила награду ветерану общества. Конечно, эту награду очень заслужить тяжело. Надо очень многого добиться и быть, как говорится, впереди всех. Это очень, конечно, такая заслуженная награда, наверное, я считаю. Любой будет гордиться этим и рад. Я рада, очень я рада. Страшная авария произошла на трассе Сургут-Салехард. Отлетевшая деталь грузовика убила водителя встречной легковушки. ДТП случилось в 40 километрах от города. Водитель грузового автомобиля даже не заметил, что от машины отлетела деталь. Сотрудники госавтоинспекции задержали водителя грузовика уже в Губкинском. По предварительным данным, во время движения от автомобиля оторвалась деталь тормозной системы и отлетела в легковую машину, едущую по встречной полосе. 48-летний водитель иномарки, житель Таркас-Али, от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются. Предварительно от встречного грузового автомобиля отлетел тормозной диск, который попал в кабину автомобиля Тойота Хайлендер, что послужило причиной смерти водителя. В настоящее время проводится проверка. Во второй школе прошла бизнес-игра «Социальный предприниматель». Бизнес-тренер из Санкт-Петербурга рассказал участникам об основных принципах создания социально-ориентированного проекта, научил эффективному планированию основным правилам тайм-менеджмента создания успешной бизнес-команды. Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки предпринимательства и развития города Муравленко. Предпринимательская игра объединила начинающих и опытных бизнесменов, молодых людей, ищущих пути реализации проектов, специалистов в области социального предпринимательства. Они заполняют бизнес-план, он очень короткий, очень понятный. Я считаю, что он простой, мы не стараемся усложнять жизнь. А потом начинаются трудности, потому что открыли предприятие, нужно платить налоги, нужно нанимать сотрудников, опять платить налоги. И, в общем, иногда команда укапывается в бумажки. И вот потом мы скажем, что, ребята, вы занимались бюрократией, а надо было заниматься деятельностью. Вот это и является, скажем так, смыслом игры. Я, скорее всего, не буду предпринимателем, и мне, скорее всего, не понравится эта игра, но знание о том, как все действует, все-таки необходимо. В Муравленко впервые прошли семейные соревнования «Забег в ползунках». Вместе с малышами на старт вышли мамы, папа и даже бабушки с дедушками. Кто оказался быстрее, расскажет Аня Григорян. Самые маленькие спортсмены собрались в Эврике, чтобы выяснить, кто же маленький чемпион. Карапузы на старт. Раз, два, три, поехали. Здесь все по-настоящему, все как в большом спорте. Только вот эмоции, волнения и переживания гораздо сильнее. Это и понятно, многим спортсменам нет еще и года. И весовые категории соответственные. Ползунки и ходунки. Всего девять забегов. Маленькой Валюши Кайгородовой чуть больше года. Родители уже прививают ей любовь к спорту. Этот забег – ее первое соревнование. Поддержать малышку пришла вся семья. Мы готовились, мы учились ходить, потому что на момент, когда мы подали заявку, мы практически еще не ходили. И еще такая проблема – ходить в обуви. Потому что дома бегаем без обуви. И, соответственно, учились ходить в обуви. Малышам важно приползти не только первыми, но и без помощи родителей. С настоящим олимпийским рвением карапузы проходят пятиметровую дистанцию. Маленький Рома Габдулин основательно готовился к соревнованиям. По вечерам бегал по квартире. Он в своем забеге значительно опередил двух соперников и пришел к финишу первым. Чемпион справился с дистанцией за 23 секунды. Дома несколько раз потренировались, попробовали поманить его игрушкой или чем-то, чтобы он пополз побыстрее. Вот, а так, в принципе, готов был. Забеги карапузов стали не только увлекательным состязанием, но и настоящим шоу. Замечательно и весело, здорово. Мне понравилось, особенно моему ребенку самое главное. Здорово, классно. Еще почаще таких мероприятий будет вообще здорово. Интересно смотреть, как дети увлеченно бегут к какой-то цели. Мамы-мамы больше переживают за своих детей. Но это здорово, это интересно. Такой старт в нашем городе впервые. Инициатором забега малышей стал молодежный совет при главе города. Поддержали идею активисты «Единой России». Когда начали присылаться заявочки, то есть сначала это было 5 человек, потом 7, потом стало 30. И мы такие уже думаем, где это проводить, потому что не думали, что родители будут отвлекаться. Но вот, как видим, сегодня результат был очень достойный. В итоге к финишу пришли самые быстрые и послушные. В номинации ползунки первым стал Роман Габдулин. А в ходунках Дарья Ёвка и Андрей Стамов. Но без призов не остался никто. Всем вручили вкусные медали и дипломы. Организаторы планируют сделать забеги в ползунках ежегодными. Ани Григориан, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. В центре Ямал прошла городская пара спартакиада. 20 участников попробовали свои силы в трех видах спорта. Настольном теннисе, дартсе и шахматах. Для них это отличная возможность подготовиться к окружному этапу пара спартакиады. Наши участники всегда очень активны. Они этим живут. Они любят спорт. И у них очень хорошо получается. На этих соревнованиях участники впервые попробовали сдать нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Я на ГТО даже сегодня попробовала себя сдать. Попрыгала немножко. 70 сантиметров, 78. Но тоже достижение. Постепенно вот так втянемся. Мы постепенно будем знать, что от себя требовать. Будем тренироваться на эту вот именно линию. А то, что мы делаем там, оказывается, мы не совсем правильно еще и делаем в тренажерном зале. Нужно на ГТО по-особенному тренироваться. С 2018 года люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья официально смогут сдавать нормативы ГТО. К этому часу вся информация о развитии событий уже 18.30. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...